Добрый день, уважаемые жители нашей республики. Я помощник депутата Государственной Думы Глазковой Анжелики Егоровны. В адрес Анжелики Егоровны в электронном виде поступило обращение 15 сентября 2022 года от Беспавовой Ольги Борисовны. Она обращается к нашему депутату, так как Анжелика Егоровна является депутатом по Алтайскому краю республики Алтай и республики Тува. И она пишет, что ее родственники проживают в республике Тува в селе Болгазин. В Болгазике там очень дорого продаются дрова и даже их и не хватает. Точно так же уголь, не имеется топливного склада и уголь приходится самим жителям завозить из города Кызыла. Я сейчас вот при вас звоню жительнице этого села Болгазин. Да. Евдокия Ивановна, вчера мы с вами общались, а так я вам говорил, что я вчера пойду к министру топлива и энергетики нашей республики, к Фунтикову. Я к нему сходил, написал к нему обращение в том, что у вас там дров нету и цена большая. И я ему предложил, что у вас в Болгазике есть ГКУ, государственное казенное учреждение республики Тува, болгазинское лесничество, что они должны заняться заготовкой дров и продавать населению. И плюс еще вот я обратился к министру по поводу, что у вас в Болгазике нету топливного склада, куда бы из города Кызыла привозили уголь. И там бы уже продавали, как говорится, не мешками втридорога и пакетами, а продавали вот там тоннами. И цена, чтобы была соответственная, чтобы там не было так, что если тонну здесь у нас продают 2220 рублей 10 копеек, чтобы у вас цена не была 5000. Ну, вроде бы как министр меня услышал, он меня заверил, что они будут над этой темой работать, но, как говорится, там за одну минуту, секунду ничего не решается. Обращение вот у меня есть, что его получили, вот я его показываю на видеокамеру, вот это вот обращение. Так что вот... Это не я, одна только жалуетесь. Да я понимаю, понимаю, это все жители, но... Да, да, от всех жителей. Да, от всех жителей, но у вас телефон только у меня ваш, и вот это вот обращение также вашей родственницы к Анжелике Егоровне Глазковой. Так что вот... Да, да, да. Так что будем надеяться, что... Не то, что будем надеяться, а мы надеемся, что все, как говорится, встанет там с головы на ноги, и все будет сделано как хорошо. Можно я перебью, послушайте, сейчас в Вайбере прочитала, знаете, что наши пишут, вот так, газ-53 сейчас 10 тысяч стоит. Откуда вот такая цена? Или это мошенники ебаные, паразиты, поганые, ненавижу их. Да, это, конечно, дорого, если считать 2 210... Ну, что такое творят, чтобы людей свалить? Или для магазинов делают, чтобы магазины богатели, а эти наши все беднели. 5 кубометров там накидано дров этих сырых, как говорится, 10 тысяч. Сухие дрова 10 тысяч. Это что такое? Это что за безобразие? Сухнуть, что ли? Это вообще кошмар. Четыре года тому назад было всего 5 500 стоило, потом 6 стало. Потом 7 сейчас, я за 7 тысяч купила машину. Это же, это же предительство натуральное. 7 тысяч, газ-53. И такие... Поставили 10? Это что такое? Или что, прибавки какие-то? Они об этом не подумали, нихрена. Или только на жидко... А, блядь, вот, подъедут, сейчас поедят, там сходят, туда-сюда. О принятых мерах я вам сообщу дополнительно.